КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ Ну что ж, друзья, в эфире КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ У нас в гостях чудесная звездная пара Александра Камчатова и Максим Леонидов. Она Камчатова-Леонидова. Попрошу не путать. Отлично. Тогда у меня сразу первый вопрос. Я, кстати, планировала его не первым, но тем не менее. Можно ли сказать, что в вашей семье царствует домострой? В нашей? По-моему, так нет. Мне кажется, что абсолютно даже нет. Но, наверное, домостроевцам-то виднее. Пусть о ней говорят. Да, но видите, я тут тоже все-таки присутствую. Вот хотелось бы, кстати, твое мнение услышать. Да, всем привет. У нас патриархат, и мы счастливы этому. Да, ну ерунда. У нас не патриархат. У нас коллегиально решаются вопросы. Просто есть зоны ответственности какие-то. Саша, у тебя их сколько по сравнению с Максом? Все. Все, а у Макса... Оставшиеся. Оставшиеся все. Понятно. Ну, начнем с Love Story. Познакомились вы, стал быть, наверное, в театре. Правильно ли? Ну, где же еще знакомятся артисты? Угадала. Я вот вспомнила чудесную историю. Просто я видела ее своими глазами, как мы пришли посмотреть на Сашу в театре. Как Максим в конце подарил ей чудесные цветы. Я подумала, вот это муж. Вот это да. Вот приятно. Это попробуй не подари. Ну, ладно, что ты не подаришь. Приятно, конечно. Конечно, приятно. И вот у меня недавно, в прошлом году была премьера «Русская матрица». И Максим мне тоже, опять же, подарил цветочки. Буквально вот на последней премьере. Слушайте, а трудно жить вот таким двум ярким людям вместе? И какие трудности возникают, если они вообще есть? У меня никаких трудностей не возникает. Наоборот. У меня не жизнь, у меня сахар сплошной. Нет, правда. Нет, ну правда. Ну, а какие сложности? Наоборот, это же хорошо, когда люди занимаются примерно одним делом. Согласна. Есть о чем поговорить. Вот меня спрашивают, а что вы все время на артистках женитесь? Что вы? Я говорю ответ. Отвечаю обычно так. Говорю, ну, а представьте себе, вот я был бы женат на зубном технике. Вот о чем бы мы говорили. Ой, Макс, зато всегда можно было узнать, дорогая, что-то у меня вот как-то зуб побаливает. Ну, вот и вся польза от нее была бы. Ну, разве это мало? Она бы приходила и говорила, ну, дорогой, такая сегодня была киста чудесная, я перегревала, резала. Так гной хлынула во все стороны. А тут, понимаете, мы о высоком. Вот Сашенька приходит с репетиции, мы все о высоком. А часто вы обсуждаете Сашины дела? Да, часто. Саша, ты советуешься с Максом по поводу роли, по поводу всего? Конечно, да, и по действию, и по характеру, и по образу мы друг другу свои мысли рассказываем, делимся и слушаем очень внимательно друг дружку, потому что, притом даже иногда в разговоре рождается вообще что-то третье у нас. То есть мы говорим один свое мнение, другой свое, и в итоге мы приходим к чему-то третьему, что рождается вот здесь и сейчас, и это, не знаю, что-то чудесное, мне кажется. То есть я так понимаю, что бытовые разговоры у вас очень в семье мало места занимают. А почему занимают? Потому что мы же не все время о театре. Здравствуй, дорогая. Что ты думаешь о Станиславском? У нас двое детей, огромный дом, собака, машины, еда. Мы, знаете, мы про работу говорим по необходимости. Вот когда необходимость возникает, творческая, тогда про работу и говорим, а остальное время нет. Почему же? У нас мы ругаемся и миримся с детьми. Когда мы ругались. Мы с тобой не ругались, но с детьми иногда ругаемся. Но злимся, да, бывает. Злимся, раздражаемся, они на нас злятся тоже, раздражаются. Да, бывает, конечно. Так что мы поссоримся и помиримся. Тра-та-та-тушечки. Часто вы работаете вместе в музыкальном паузе. Я так резко прервала. Ну, у вас, например, на этот сезон запланированы какие-то работы совместные? Ну, найти совместную работу так, чтобы она доставляла удовольствие нам обоим, это непросто. У меня есть проект, который я очень хочу сделать. И не только потому, что там есть ролик для Саши, а потому что вообще это хороший проект. Мне самому было бы интересно в нем принять участие. Но жизнь наша, она устроена так, что без денег проекты не осуществляются. Поэтому я нахожусь в перманентном ожидании доброго волшебника в «Голубом вертолете», который взялся бы за какой-то проект, потому что делать его таким дешевым, антрепризным не хочется. А театры нынче тоже довольно скромно имеют бюджет для того, чтобы поднять какой-то по-настоящему интересный проект. Макс, а что изменилось, например, за последние 20 лет в шоу-бизнесе и в театре, по-твоему? Слушай, многое изменилось. Ну, так, изменилось в стране довольно многое. Соответственно, и в театре изменилось многое. Меньше стало свобод. Появилась самоцензура у художников. Они трижды подумают, делать им какую-то пьесу или не делать. Потому что даже если наверху ее как бы и не собирались бы запрещать или кастрировать, то они ее сами, на всякий случай, кастрируют и запрещают, как бы чего не вышло. Так, понятно. Я не хотела говорить о политике, но придется. Нет, нет, ну, это не политика. Это на... Ну, подожди. Вот давай вспомним, предположим, Советский Союз. Ну, было же больше цензуры все-таки или нет? Было больше цензуры, безусловно. У нас же сейчас считается, что цензуры нет. У нас есть некие законы, которые не позволяют показывать на сцене то или иное. Но, к сожалению, идиоты под эти законы могут подвести все, что угодно. Ну, например, такой спектакль, как «Мюзикл-продюсеры», сейчас сделать было бы очень тяжело. Еще в 2011 или 2012 году это было возможно. И мы делали в Театре Цитера Александра Калягина чудесный спектакль, который завоевал 11 национальных премий. Но сейчас вывести на сцену человека в нацистском костюме, даже показав его иронично, и повесить на сцене свастики, даже в контексте того, что мы смеемся над этим и издеваемся, нам придется доказывать... Что это не пропаганда. Нам придется доказывать баранам, которые захотят закрыть этот спектакль, что это не пропаганда. Мало этого, мы просто окажемся в серьезной опасности. Лично мы, создатели спектакля, нам могут впаять сроки конкретные и так далее. Это все чудовищно, о чем я сейчас говорю. Нельзя показывать на сцене человека со свастикой на рукаве, нельзя показывать на сцене гомосексуалиста, например. Хотя у нас есть Тенниси Уильямс, ну, к примеру, да, который, собственно говоря, много-много об этом, ну, это классика. Да, то есть, ну, как бы тут же нет такого, может пронести, как бы, да, а может и не пронести. Вот как закон у нас как дышал, а как его повернуть, так и вышло. Подожди, ты так говоришь, получается, что сейчас творческая профессия, она одна из самых опасных? Ну, я бы не стал брать у государства деньги, на самом деле, вообще ни копейки, никогда. Тогда опасность все-таки сводится... Это ты говоришь на примере Серебренникова? Ну, и Серебренникова тоже. Ну, то есть, если какой-то госзаказ, ну, вот тебя попросят сделать какое-то там шоу или спектакль и дадут государственные деньги, скорее всего, ты откажешься? Да. Саш, ну, а вот ты работаешь в государственном театре, поэтому у тебя... Ну, она же нематериальная ответственность. Слава богу, да. Слава богу, за это отвечать буду не я, но дело в том, что я вижу, что в моем театре десять раз тоже думают, какой репертуар брать. Поэтому понятно, что они боятся тоже каких-то таких же, наверное, вещей. А тебе никогда не хотелось уйти из театра и делать что-то свое самостоятельно? Наверное, я такой человек, которого надо все время толкать. У меня очень много идей, но воплощать их я готова работать. Вот мне скажут, вот твоя цель, беги. Вот сможешь добежать, сможешь допроизвать. Ну, Саша, не организатор, понимаешь? Да, конечно. Так это нормально, артисты же не все должны быть. Абсолютно, это вообще не их профессия. Это не моя жилка такая, да, организатор. Я тоже не организатор. Я могу генерировать идею, создавать проект. Идея, да. Но притворять его в жизнь, для этого нужен другой профессионал. Вам не кажется, что сами пляшем и поем, и билеты продаем, это немножко не про искусство, как минимум? Ну, почему? Бывает и такое, когда собирается компания энтузиастов. Цирк Дусалей так и начинался. Сами пляшем, поем и билеты продаем. А в России это возможно или нет? Ну, да, я думаю, что было возможно. Я думаю, что и сейчас возможно. Просто для этого нужны студийцы, нужен четкий, яркий лидер, который соберет студийцев вокруг себя. Так всегда было. Таков был Товстоногов в свое время, Додин и так далее. Но это был золотой век. Да, все равно должен быть человек, генератор, да, который вот он будет тянуть всех за собой. А остальные будут воплощать в мир эту идею. Ну, к этой мысли мы обязательно еще вернемся. Вот у меня все-таки вопрос. Вот, предположим, есть сейчас некие звонкие имена. Серебренников, Богомолов. Хотели бы вы, Саша, ты, Макс, ты, работать с ними? Вот отказались бы вы, если бы предложили? Мне бы было интересно. И с тем, и с тем. И с тем, и с тем. Ну, я бы во всяком случае, да, вступил бы в некие переговоры и познакомился с этими людьми ближе. Ну, скажем, с Бутусовым я работал не как артист, а как композитор. И мне кажется, что плодом этих трудов явился спектакль «Странство и Нильца». Совсем спектакль неплохой получился. Хотя формально его режиссером была Маша Романова, а не Бутусов. Но, тем не менее, он был все равно художественным руководителем как бы этой постановки. Так что, нет, я бы познакомился и с Богомоловым, и с Серебренниковым. Не факт, что мы бы сошлись на... Потому что я не очень понимаю и люблю концептуальный театр. Честно вам скажу. Я приверженец все-таки школы «Петелька-крючочек», «Сверхзадача», «Цель». Ну, конечно. Додин, Кацман. Да. Я понимаю тогда, про что, как это делать. А когда все-таки артисты используют как некую движущуюся краску, мне за артиста обидно, во-первых. И я так не умею, не могу и не хочу. Сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Выпил в семь утра, потом допил, вредно для нутра. Зато допинг мне уже пора. А вам рано, что же до нутра, так там рано. Мне уже пора, а вам рано, что же до нутра, так там рано. Голубь пробует босок, тень легла наискосок. Из окна немного виден небо синего кусок. Выпил в семь утра, потом допил, вредно для нутра. Зато допинг мне уже пора. А вам рано, что же до нутра, так там рано. Мне уже пора, а вам рано, что же до нутра, так там рано. Культурные люди Радио как книга развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой ютуб-канал. Радио Комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть. Культурные люди Культурные люди в эфире у нас в гостях Александра Камчатова и Максим Леонидов. Мы продолжаем разговор и о личной жизни, и о театре, и о творчестве. Но, словом, обо всем, о чем нам сегодня удастся поговорить в такое короткое время. Слушайте, вот многие артисты сейчас говорят, что, выходя на сцену, они испытывают некую потребность нести некое, так сказать, не то чтобы политическую позицию, но социальную. И сцена сейчас является некой трибуной, с которой мы несем эту позицию. Ну, гражданскую. Как вы к этому относитесь? Мне не очень эта тема интересна, если честно. То есть ты аполитичный человек? Или не смешиваешь? Я не хочу, да, это смешивать. И для меня ближе какие-то вот именно человеческие чувства, как любовь. То есть для меня это более понятно. Девочковые темы, но это нормально. Ну, это мне ближе, понятнее, и для меня это острее. Я как бы это смогу сыграть и показать остро, ярко, и переживать это глубоко. А если бы тебе предложили участие в каком-нибудь там, ну, условно говоря, феминистском, социально-остром спектакле, ты бы согласилась? Ну, вот я и говорю, что мне бы было это менее интересно. Я бы, может быть, я переступила через себя и нашла бы. Я всегда в любой работе, даже которая мне не нравится, я всегда ищу то, что мне интересно, то, что мне нравится. Сама себя заражаю в любой работе. То есть это так, как я уже почти 20 лет работаю в Театре Леносовета, и у меня были разные спектакли, и разные режиссеры, и разные партнеры. И во многих, например, вот сидит передо мной партнер, да, но я должна в него влюбиться, и я ищу что-то в нем такое, во что, наверное, могла бы влюбиться. Не знаю, локон волос или цвет глаз. Ну, и так же... Маленькая ворщинка. Ну, да, бывает. Макс, а ты? Ну, зависит от жанра. Например, есть пьесы Брехта, скажем, которые, они вообще заточены на это. И есть пьесы, не знаю, условного Гальдони, которые на это не заточены. Да, и поэтому это жанр. Что касается меня лично, как автора, ну, там, автора песен в данном случае, или автора театральных проектов, то я, честно говоря, далек от памфлета, от плаката. Для этого нужен особый дар. Ну, вот Дмитрий Быков им обладает, например. К примеру. Ну, да, например. У него это лихо получается, потому что у него получается на больную социальную тему, на тему злободневную, сегодняшнюю, все-таки говорить не просто шершавым языком плакат, а сделать из этого предмет искусства. Это вообще отдельный дар. Им надо просто обладать для того, чтобы этим заниматься. Я им не обладаю. Мне гораздо интереснее и проще, и комфортнее говорить на общечеловеческие темы. А что, вот общечеловеческая тема для тебя, это что? Вот сейчас ты, ну, может быть, раз в какое-то время, мы же подводим какие-то итоги, какой-то рубеж есть. К чему ты сейчас пришел? Какие темы для тебя существуют в творчестве и в жизни, в принципе? Трудно сформулировать в двух словах, потому что тема, в принципе, она как бы... Тема, она одна. Тема – это поиск себя в этом мире. Наверное, так бы я ее назвал. Ну, вот Борис Гребенщиков, я так полагаю, что конкретно занимается этим. Ну, этим все занимаются в меру таланта. В меру понимания. Ну, в меру своего понимания, в меру таланта. Просто у кого-то эта тема читается ярко, у кого-то она не читается вообще. Я сейчас не беру артистов жанра пуп-музыки, которым все равно на какие стихи и какую музыку писать. Мы сейчас, давайте, это вообще оставим, этот срез, этот пласт культуры за рамками нашего разговора. Конечно. Если мы говорим о серьезном, о творчестве по-настоящему, то, мне кажется, вообще, как бы это единственная тема, которой занимаются все. Другое дело, что они подходят к ней по-разному и разными словами об этом говорят. Но когда мы говорим о любви, когда мы говорим о чем угодно, об одиночестве, о старости, о молодости, это все равно поиск себя внутри этой схемы мироздания. Кто я, зачем я, чем я занимаюсь, чего я хочу, нашел ли я себя, для чего я родился, куда я иду. Ну да, вообще вечные темы. Только это она одна, эта тема. Но мне кажется, их все-таки две. Это наполненность, то есть это любое счастье. И пустота. Это когда ты несчастлив, когда тебе плохо, когда мир рухнул. Вот эти две темы. Это и есть одна тема. Жизненная такая. Наполненность и пустота. Вот мне кажется, это такая вот, ну для меня, по крайней мере, вот на данную секунду это очень... Саша, ну ты производишь впечатление счастливого человека. Я рада. Ошибочное впечатление счастливого человека. Но я живой человек. И да, у меня чудесная семья, чудесный муж, чудесная работа. А счастья нет. Вот так бывает. Живы родители, дети чудесные, замечательные. Плюсы перечислили, так. Да, я имею в виду это, ну как бы, хочушки, да, которые любят. Хочу дом, хочу машину, хочу мужа, хочу детей, хочу семью. Хочу, не знаю, шубу, туфли. Но это же внешне такая штука. А да, естественно, меня тоже, у меня бывают такие моменты, когда мне плохо, мне пусто. Я теряю почву из-под ног. Я не люблю себя, я не понимаю, что я делаю, зачем я делаю. Это потому что ты актриса. Ну, я не знаю. У нас это бывает, да. Время, от времени кризисы. Может быть, у девушек это еще гормональная какая-то история. Не знаю. Тоже может быть. Но эти моменты иногда прямо затягивают, и я тоже у меня в душе и больно, и тревожно, и мне страшно становится, да. Бывает и такое. Максим, а твои дети счастливы, по-твоему? И вообще детство, это пора счастья? Ну, детство, безусловно, пора счастья. До подросткового периода, которое тоже, с нас по этой точки зрения, пора счастья. Но они все несчастные, подростки. Ну, естественно. Ну, а вот ты, вспоминая себя, можешь сказать, что твое детство было, ну, вот знаешь, как это, раньше и трава зеленей была? У всех, конечно. То есть, в принципе, ты вынес оттуда много теплого. И сейчас, чего ты ждешь от своих детей? Все мы, ничего от них не жду вообще. Ну, там, предположим, школу, чтобы закончили. Есть такое требование? Ну, да, это такое, это утильная, утилитарная такая цель. Конечно, я жду, что они закончат школу и как-то состоятся. Но не надо испытывать больших ожиданий, чтобы потом не было больших разочарований. Поэтому не все должны быть гениями и не все должны пробиться в первые ряды. Не все в Юрии Гагариной. Кто-то и нет. Надо об этом помнить и спокойно к этому относиться. Ну, сложно же. Это же твой ребенок там. Ты же понимаешь, что тебе хочется, чтобы он сделал, ну, хотя бы не меньше, чем ты. Мне хочется, чтобы он был счастлив. Каким образом он этого добьется, он может ничего не делать. Всю жизнь на диване прилежать и быть счастливым человеком. Неужели ты будешь доволен? Если он будет доволен, я буду доволен. Ой, не знаю, Максим, мне кажется, ты сейчас лукавишься. Нет, абсолютно нет. Лежать, ничего не делать. А ты, Саша? Ну, нет, есть, конечно, у нас такие и тревоги, и какие-то раздражения, когда там ребенок ленится. Вот мы очень не любим, когда дети ленятся, и из-за лени это не сделал, то не сделал. А почему? Да не захотела. А ты сама ленивая? Я, да не могу сказать, нет. А ты, Максим? Я ленивый. Нет, ну, по большей части, может быть, мы все ленивые. Я тоже ленивая. Лень, категория мудрости. Знаешь, когда понимаешь, что ты делаешь, что ты не делаешь. Лень – это отсутствие мотивации. Если мотивации нет, значит, не будешь делать. Ты все. Жалко, что у детей, у некоторых, мы будем показывать пальцами, время от времени отсутствует вообще мотивация что-либо делать. Вот и все. Ну, а сейчас в этом смысле время изменилось. Ну, по сравнению с детством нашим, предположим. Ну, конечно, изменилось. Они вообще по-другому живут. Они по-другому видят мир. Они по-другому общаются. У них вообще все по-другому. Так, а есть контакт? Да, конечно. Контакт есть. Очень смешно Маша говорит. Я говорю, Маша, слушай, ну, когда мне было 13-14 лет, я вот это, я то, я-то вообще такая совсем другая. Мама, ты вообще была... Я называла себя ромашкой, но она меня называет иначе. Ну, вообще, отстой. Мама, а ты отстой. Нет, это в смысле в этом же возрасте, когда я играла на скрипочке и так далее. Была девочка, действительно, ромашка, а она уже такая у нас, ух, матерая девица. Ну, можно сказать, что вот именно, наверное, наше детство, оно как-то вот было на уровне музыкальной школы, языков и прочего. У меня не было просто свободного времени. Я помню, что меня там водили туда-сюда. Ну, на самом деле, у нашего сына Леонида тоже нет свободного времени. Он из одной секции бежит в другую, с урока бас-гитары несется на карате, и еще, дай бог, успеть сделать уроки. Так что, я говорю, что... И с английским все в порядке. Я говорю, что тут один ребенок и другой ребенок, это абсолютно разные дети. То есть, все-таки не время, причем, а личностные какие-то особенные. Абсолютно, и ты не можешь с этим ничего сделать. Это одни и те же родители, одни и те же условия воспитания, но абсолютно два разных ребенка. Макс, а ты когда-то думал о том, что дети твои все-таки не будут жить в России? Думал. Ну, я так понимаю, что у тебя двойное гражданство. Не знаю, как у Саши. Саш, у тебя... Я единственная... Ты, так сказать, в стороне этой истории пока, да? Так случилось. Я так понимаю, что роман с Израилем, он либо есть, либо нет. Ну, да. Нет, я очень люблю Израиль. Я считаю его своим вторым домом, безусловно. Дети там часто бывают, они граждане и России, и Израиля. Но так вопрос, чтобы покидать сейчас Россию и жить в Израиле, не стоит абсолютно. Во-первых, потому что большую часть жизни я прожил здесь. Я очень люблю Петербург, здесь мой дом. Я пишу по-русски все мои проекты, русскоязычные. Я считаю себя россиянином. Поэтому увозить сейчас семью куда-то абсолютно не имеет никакого смысла, и желаний у меня такого нет. Что же касается их дальнейшей жизни, я не загадываю абсолютно ничего. Я считаю, что взрослый человек после окончания школы должен сам понимать, где ему дальше учиться, чего ему больше хочется. Будет это Россия или будет это Нигерия условная, это дело каждого человека абсолютно. Мы во всем даем право выбора детям, во всем. Потому что опыт, только опыт. Чужой опыт – это не опыт. Ну, безусловно. Машенька у нас месяц проучилась в Англии просто в летней школе. По-английски там были все предметы. Она собиралась в Англию там учиться. Но так как она месяц этот проучилась там и поняла, что это не ее, теперь она в Питере остается. Все, ты счастлива? Да, я понимаю. Сделаем паузу, после которой вернемся в эфир. Культурные люди. Радио «Комсомольская правда». На одной волне. Со всей России. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Горячие споры, откровенные интервью и актуальные новости. Слушай на «ФМ-волне» и онлайн. Культурные люди. Вновь возвращаемся в эфир. Культурные люди у нас в гостях. Максим Леонидов, Александр Камчатова. Друзья мои, вот если мы говорим о детях локально, это дети наши, нашей семьи. Ну вот я, насколько понимаю, Максим, ты сейчас создаешь свою школу. Точнее, ты ее уже создал. То есть я так понимаю, что ты думаешь не только о своих собственных детях. И Саша тебе в этой истории помогает. Да, Саша, безусловно, является моим партнером и соратником не только в семейной жизни, но и в моих делах. Чудесно. Точка. А теперь все-таки поподробнее о школе Максима Леонидова. Мастерская Максима Леонидова. Это называется Мастерская Максима Леонидова. Находится она в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Каньон» на проспекте Енгельсес, дом 154 на третьем этаже. Если кому-то интересно. Она и задумывалась, и существует как многопрофильное внешкольное учебное заведение для взрослых и детей. Причем дети у нас от четырех буквально лет. У Саши на последнем занятии она у нас ведет развивающую такую программу для самых маленьких. Самая маленькая была девочка 2,10. Два года 10 месяцев. Что ты делала с этой девочкой? Ой, что мы только не делали. Мы фантазировали, играли. Вот, так что и предметы у нас самые разные. Начиная от инструментальных классов, где дети занимаются фортепиано, класс гитары, класс бас-гитары, класс ударных инструментов, класс вокала джазового, класс вокала классического. Плюс к этому у нас есть курсы актерского мастерства, три группы разных возрастов и курс так называемый универсальный артист. Это такой курс, на котором можно обучаться всему сразу вокалу, движению, сценической речи и так далее. Такого готовим мы универсального синтетического артиста, который может участвовать в разных эстрадно-цирковых драматических представлениях. То есть, как бы границы для него не должно существовать. Но это наша такая мечта. Понятное дело, что это очень непросто и не каждому это удается. Поскольку у нас нет отборочных туров. Мы берем всех желающих. Но может так случиться, что если у кого-то что-то не получится, мы порекомендуем какую-то другую дисциплину. Так что у нас очень хорошие педагоги, которых я сам отбирал. И у нас чудесная учебная часть профессиональная. Так что, в общем, недавно был день открытых дверей. Довольно много желающих к нам записалось на учебу. А вот интересно, это родители все-таки мотивировали или дети сами захотели? Мне вот всегда интересно. Ну, ребенку же все равно. Он хочет, например, учиться петь или танцевать. А родители мотивированы тем, что это все-таки школа Максима Леонидова, а не Василия Тютькина. Если вдруг среди наших радиослушателей есть Василий Тютькин, я прошу у него прощения. Если, тем более, он создал свою школу. Да. Это не антиреклама. Да, но могу сказать, да, родители ведут детей помладше, а те дети, которые чуть постарше... Вот, например, одна девочка закончила музыкальную школу по фортепиано и сказала, «Мама, спасибо, что ты меня в музыкальную школу отводила, а теперь я хочу в школу Максима Леонидова на барабаны». И пришла к нам учиться на барабаны. Ничего себе! Поэтому Welcome, ей 15 лет, и я рада, что она с нами. Она чудесная девчушка. Но я более чем уверена, что эта затея будет пользоваться огромным успехом, потому что меня очень часто спрашивают друзья, где найти театральную студию для наших детей, чтобы там было точно хорошо, и не морочили бы голову. Если территориально это будет удобно вашим друзьям, пусть приезжают к нам. У нас метро под боком. Все, мы услышали, наши радиослушатели тоже услышали, и я надеюсь, что к вам повалят толпами хорошие дети с чудесным слухом. Ну, главное, это за желанием, правильно? Конечно. В этом деле, в детстве, мне кажется, главное не убить желание в зародыши. Потому что я вот закончила музыкальную школу по классу скрипки. С тех пор скрипку я не брала ни разу. В этом недостаток музыкальных школ. Дело в том, что одной из причин создания нами музыкальной школы своей было то, что наш сын Леонид, он явно проявлял музыкальные способности и проявляет. И мы захотели отдать его куда-то на обучение. И мы прошли и музыкальную школу государственную, где из всех делают Давидов-Ойстрахов. Два года. Да. И Гленнов-Гульдов. И если ты не Глен Гульд, ты не Давид-Ойстрахов, то интерес к тебе теряется. А-а-а. Да. И частную музыкальную школу-студию, где просто чего изволите. Вот чего мама изволит, то учителя и будут делать. А, понятно. И сразу на сцену. Да. Какого бы ты в виде не был. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел, чтобы мама была довольна, что ребенок поет, как он это делает. Инстаграм. Да. И если не настроена гитара или фортепиано. Ах, какие мелочи. Какая ерунда. Мы столкнулись с тем, что репертуар тоже выбирают мамы. Для ребенка. Что-то я слышала, Моцарт неплохое писал. Ну-ка, давай-ка играй. Вот так, да. Поэтому это в корне абсолютно мне не понравилось. И вот на стыке какого-то требовательности и дисциплины, и некой свободы и фантазии появилась вот эта мастерская Максима Леонидова, где мы не обязательно делаем профессионалов. То есть это не наша задача. Но мы развиваем в детях те качества и те умения, которые они хотят в себе развить. Вот и все. Чудесно. Это еще больше интересно, мне кажется. Ну, то есть своих бы детей вы бы отдали. Вот так бы я сказал. У нас учатся. Оба наши ребенка учатся у нас. Поэтому я думаю, что лучшей рекламы для учебного заведения не придумать. Ну и опять-таки перед глазами уже. Леня играет в вокально-инструментальном ансамбле, который в рамках нашей мастерской создан. И ходит на уроки бас-гитары и вокала. Маша ходит на уроки вокала и сейчас вот с этого года пойдет. И занимается тоже на ударных. Так что мы доверяем нашим учителям наших собственных детей. Так а как вы думаете, на будущей профессии это скажется? Или уже... Мне кажется, что она Машиной, наверное, не скажется. Она вряд ли пойдет профессионально по этой линии. А Леня вполне возможно. А может быть и нет. Не знаю. Как пойдет? Саш, они приходят к тебе на спектакли? Дети? Дети твои. Ну, не особо они любят это. А то они как-то были, я помню, за кулисами. Играла я Чехова, Водевиль. И там в конце мы придумали так, что мне разбивают нос в кровь. И когда дети видели за кулисами, как у меня течет, все, а я в платье красивом. А у меня еще такие две штуки в носу торчат. Затычки. Затычки, да, в нос. И кровь. Короче, это был, наверное, последний спектакль, когда они торчали там за кулисами, бегали, прыгали. Им так стало меня жалким. Ужасно. Наверное, после этого все реже и реже стали приходить в театр. А Маша в последнее время заявила, что вообще театр она не любит. Ну, да. Только за исключением того, что мы были в Нью-Йорке, она посмотрела четыре мюзикла с криками «Ура! Браво!» И на один даже сходила дважды. Так что такой театр она любит. А, понятно. Просто в данном случае Водевиль и Чехова не угодили чем-то. Ну, тут мама и как бы страна. Мама даже была очень жива, да, как-то получила. Про жанр мюзикл хотелось бы мне поговорить. Немного, но хотя бы чуть-чуть. Что касается Петербурга, как у нас с мюзиклом у нас постоят дела по сравнению с Нью-Йорком? Да у нас везде плохо обстоят дела по сравнению с Нью-Йорком. Не только в жанре мюзикла. Пауза. Просто я думаю, за что бы дальше схватиться. Но, тем не менее, мюзикл это у нас ставится, да? Нет. Ну, смотрите. Мюзикл в Нью-Йорке и в Лондоне есть два места, на самом деле, в мире, где мюзикл является бизнесом, большим бизнесом. Крутятся огромные деньги. И поэтому, что же говорить по всем законам политэкономии, вы сами понимаете, что там, где есть большие деньги, там надо и ожидать хорошего результата. Потому что иначе не бывает. Есть большие деньги, есть конкуренция, есть конкуренция, есть спрос, рынок и так далее, и так далее. В результате мы имеем то, что мы имеем, а именно Лондон и Нью-Йорк, законодатели этого жанра. Безусловно. Если ты хочешь посмотреть, как это должно быть на самом деле, поезжай туда. Что же касается всего остального мира, и Россия в этом смысле не исключение, то мы занимаемся тем, что пытаемся привить на своей почве вот этот жанр. Чуть попроще, чуть подешевле? Ну, не чуть попроще, не чуть подешевле, а значительно попроще и очень значительно подешевле. Поэтому, собственно, вот что имеем, то и имеем. Мы изо всех сил, изо всех сил мы пытаемся как-то соответствовать и сделать что-то хорошее. Порой у нас это получается, порой не получается. Но чем богаты, тем и рады в данном случае. Будущее, не знаю, откуда оно возьмется, будущее. Ну, вдруг появятся безумные меценаты, которые захотят у нас как-то вот этот жанр прорастить, усовершенствовать. Ну, вот только в том случае, если появятся безумные меценаты. Вот я вам скажу, пример есть один такой. Но это не мюзикл, это просто труппа, которая работает в Ленинград-центре. Вот там есть безумные меценаты, как вы их называете. Да, я знаю. Которые содержат все это учреждение. И люди, которые получают неплохую зарплату и в этой труппе постоянно находятся, мы видим результат. Результат труда, результат фантазии, результат вложенных денег. Опять-таки, лучшее из лучших. В это место. Вот и все. Да, совершенно верно. Сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир. Если бы письмо написать я мог В семьдесят восьмой самому себе Может, отчего-то бы уберег Может, все исправил в своей судьбе Я бы написал все, как есть, клянусь Все, что понял сам и что пережил А он бы прочитал, намотал на ус И тогда, возможно, счастливей жил Культурные люди Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги Вопросы, интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Делягин и Никита Кричевский В эфире радио Комсомольская правда Час экономики По будням в пять вечера Культурные люди Вновь возвращаемся в эфир Культурные люди у нас в гостях Александр Камчатов, Максим Леонидов Закончили мы нашу мысль на том, что Ах, у нас все плохо с мюзиком Но, тем не менее, мне вот очень хвалили Твои постановки И вот в чем проблема? Расскажи мне Ну, народу нравится Артистам, которые работают, нравится Да В чем же тогда проблема? Ну, как? Ну, есть, например, постановки В которых проблем нет Это вот мой моно-мюзикл Я глянулся посмотреть С его постановкой проблем не было вообще никаких Почему? Потому что, как я уже сказал Это труппа, которая находится на содержании Которая репетирует каждый день Артисты, которые не убегают на другие халтуры Они не снимаются параллельно в кино И поэтому Что? Мы видим продукт, который отточенный, хороший И сделанный до конца В каком-нибудь другом месте Там, в театре Назовем его условно Театр имени письменного стола Так не получается Потому что те деньги, которые театр готов платить артистам За участие Даже артистам сторонним, приглашенным За участие в таком продукте Недостаточные для выживания, грубо говоря Поэтому артисты вынуждены Сниматься в кино Играть в других проектах Уезжать на гастроли И во время выпуска спектакля Ты связываешься с тем Что всех вместе ты собрать Вообще можешь крайне редко Ну и это, конечно, отражается на качестве Это отражается И недостаток бюджета отражается И поэтому приходится вылезать на таланте Если он есть, слава богу То у нас получается Если его чуть меньше То не очень получается Так что Вот Если вам хвалили мои постановки Это значит, что у нас что-то получается Получается и получается Поэтому да Поэтому мне как-то вот очень радостно Осознавать, что Мне кажется, ты перешел на какой-то Творческий другой уровень Ну сейчас в Петербурге идет Несколько мюзиклов К которым я имею отношение В двух из них я играю сам Это Моно-мюзикл Я оглянулся посмотреть Который идет на Сцене Ленинград-центра И ближайшие спектакли 13 сентября А также 20-го и 21-го Приглашаю всех И Мюзикл Девчонка на миллион Который идет в театре Музыкальной комедии К сожалению, только в ноябре и в декабре Ближайшие спектакли Но тем не менее Запомните это название Девчонка на миллион Приходите Я там тоже играю одну из Главных ролей Нет, девчонку на миллион Ее играют другие артисты Видимо, девчонки Женского пола Судя по всему А я играю главную мужскую роль И я являюсь композитором Тоже этого спектакля Режиссером-постановщиком Андреем Носков Не безызвестный вам Как вы, кстати, вместе работаете? Мне очень нравится с Андреем работать Мы одной школы Мы понимаем друг друга Саша, ты же тоже одной школы Ты же у Андреева училась, да? Да, вы знаете Это вот к тому, что О чем нам поговорить Мы разговариваем на одном языке Это правда Это очень важно И если мы в быту Можем с Максимом об этом говорить То в работе это еще важнее Потому что с Андреем И Максиму поэтому проще Они разговаривают на одном языке Но вы еще и друзья Это одна школа А это важно в творчестве? То есть есть еще какие-то Помимо технических обязательств И дружеские? Да, да, безусловно Нет, вообще Когда ты имеешь дело Со своим товарищем Другом В работе Это всегда хорошо В отличие от семьи Но вот, скажем Я бы не хотел быть режиссером спектакля В котором Саша бы играла главную роль Я догадываюсь Не хотел бы Потому что я бы не хотел Заходить в эту зону риска Испорченных отношений Потому что все равно Есть актерские амбиции Все равно есть режиссерские требования И то, что ты можешь потребовать От чужого человека И так, как ты это можешь потребовать От человека родного Ты потребовать не можешь Потому что ты Ну, да Это начинает мешаться Лично и с профессиональным И совершенно ни к чему Думаю, да Но я вот сейчас подумала Сначала думала Да, да Я бы тоже не хотела Но, если честно Я бы выдержала любую критику твою А с другой стороны, Максим Ну, кто же так хорошо знает Сашу Как не ты, понимаешь? Ну, ни один режиссер же не знает Всех тех нюансов Которые глубоко Видишь и знаешь Ну, наверное То есть Саше сейчас так кажется Что она бы это все выдержала А как это было бы на самом деле Знаете? Лучше не рисковать Значит, не выдержала бы Ты, значит, лучше знаешь Нет, ну, потому что я могу и прикрикнуть Ты же не любишь, когда на тебя Нет, совсем А мне приходилось вот иногда Во время постановки Девчонки на миллионы Прикрикивать на людей Не потому что я люблю покричать А потому что, ну, не донести иначе Не слышат с первого раза Не делают, ленятся Приходится повышать голос Ну, это совершенно неудивительно С точки зрения режиссера Да? Вообще неудивительно Друзья мои, я так рада, что вы пришли И вы чудесная пара И я надеюсь, что следующий сезон Он будет еще более плодотворным Мы ждем, собственно, афиш С вашим участием Я думаю, что наши радиослушатели Тоже будут смотреть внимательнее Обязательно посетят мюзиклы И Сашины спектакли Спасибо большое Спасибо, до свидания С вами была Ольга Маркина До встречи Моя история Старословный мир Про человека, что не нажил Ни машин, ни квартир И все же в душе его царит И мир, и покой Хоть он тяжелый путь Иска не воплощает собой Рассказ мой полон И страданий, и мук Название! Молодцы! Когда мне было восемь лет и три дня Упал внезапно чимотан на меня Наверно, кто-то спьяну уронил из окна Смотрите, дырка на затылке до сих пор видна Когда я отпер этот старый сундук Что было делать мне с этим добром? Просто бросить пустырь Да и дело с концом Идея И делась в самый подходящий момент У друга Вовки день рождения Вот и будет презент Я протянул ему коробку Поздравляю, мол, друг Там было Рот, две гантели И оттенул друг М-м-м-м Эй! 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 Э rhyмол Прошли годы, сменил я семь адресов Я избегал гантелей и утюгов Все реже, все реже вспоминал я в тот идти За это время генерального сменил президент И я поверил, что исчез навеки этот не дух Все вместе! Все гантели и артилы А свой двадцатый день рождения я устроил банкет И в заключении поздравления мне вручили пакет Его привез мне бородатый монах из Биру Я до сих пор не понимаю, что он делал в миру Когда я разорвал красивой ленточки грудь Да, было! Культурные люди